Я очень всегда рада сюда приходить, видеть то, что Господь сделал, что Он делает, и что Он еще сделает. Это очень круто чувствовать, что мы семья. И мы вместе проходим важный период в истории Израиля. Это требует от нас смелости, веры, и постоянства, и много любви. И я пришел сюда с любовью к вам. Потому что Господь положил свою любовь к вам в мою сердце. Мы можем начать сейчас с презентации. И я назвала это послание, эту проповедь, это слишком для меня. Я это написал. Это слишком много для меня. Правильно? Окей. Not bad, да? Лора. Все годы, что я учил русский, это дало результата. Я не должен сейчас вспоминать снова, говорить о новостях. Мы в тяжелой ситуации. Мы в тяжелой ситуации. В напряженной ситуации. Оливаем в каждом саде. Со всех сторон враги. Это странное время. Потому что есть так много угроз, которые хотят уничтожить нас. Но, друзья мои, это не что-то новое. Вы видите этот корабль на экране. Вы знаете, что это за корабль? Это был назван Эксодос. Этот корабль назывался Эксодос. Как исход из Египта. В 1947. Это были наши люди. Евреи, которые убежали из Европы. В надежде прийти сюда. Убежать от этих преследований, от смерти в Европе. Но британцы взяли этот корабль. Они взяли этих людей. Они пересадили этих людей в другие корабли, чтобы вернуть их в Германию. Что это? Зачем? Что это? Мы убежали от этого. И вы возвращаете нас в этот огонь. И тогда мы что-то понимаем. Что земля Израиля родилась снова. Из очень тяжелого положения. И снова мы вошли в войну. И почти что мы не успели в этой войне. Из-за всех стран, которые были вокруг. История возвращается, повторяется. До сегодняшнего дня. Но в этот раз мы, да, можем защитить себя. Но без Господа мы не сможем. Я хочу говорить сегодня. О том факте, что для нас это слишком тяжело. Как это было для них слишком тяжело. И Господь вернул нас в землю Израиля. И Господь сбережет нас сейчас. Второй слайд, пожалуйста. Это не что-то новое. Вы видите здесь этот проход в Черном море. Вы читали в Танахе также, что это была очень тяжелая ситуация. В армии с армией и фараона. Они были прямо зади них. Как выжить? Как справиться с этой ситуацией? Это было слишком тяжело. Здесь я хочу что-то прочитать. Что-то, что я написала, что мы могли понять о нашей ситуации. Быть народом Израиля всегда было слишком тяжело. И это то, о чем я хочу, чтобы мы подумали сегодня. Наша ситуация, сложности наши, это не что-то новое. Это что-то, что уже было. Даже не один или не два раза. Я приглашаю вас найти один пример во всех Писаниях. Когда служители Божьи нашли, что все было легко. Может быть, в истории Давида или Соломона были такие ситуации. На самом деле, это послание, о том, что было во всех Писаниях. И кто-то уже читал об этом, я думаю, мой брат, который начал служение. Может, Леон, 15-й, из Иоанна, 15. Белоди, Иешуа сказал, вы не можете делать ничего. Так, как же сегодня я могу справиться с ситуацией без него? Много нравится, что Леон сказал, что Леон сказал перед Господом Вечером. Что Господь открыл наши глаза, чтобы увидеть Иешуа. Ни у кого не было силы, мудрости и смелости, чтобы выстоять из его источников. Даже Иешуа чувствовал себя слабым и напряженным в Гефсиманском саду. Давайте подумаем об этом. Мы не одни. Даже Сын Господень пережил что-то, что он почувствовал, что это слишком тяжело для него. Написано, что у него стекал кровавый пот. Нам важно знать, что кто-то уже прошел этот путь перед нами. И он чувствовал себя. Он чувствует то же, что и мы. Кутув бе-элха-еврим, шу-ху-авар кол-китуэ, ши-анахну-оврим. В книге Евреям написано, что он прошел все те же самые искушения, которые мы проходим. Ку-маргиш ма-ше-анахну-маргишим. Он чувствует то же, что мы чувствуем. Ку-ит-палел каха. Он молился так. Ави, им-эвшар-ха-давар, хе-эвар-на-мимени. Отец, если можно, чтобы эта чаша прошла мимо меня. Это коса-зот. Это чаша. Ах, ло кирцони ани, ки им кирцонха ата. Но пусть не моя воля будет, но твоя. А им анахну-и-холим лит-палел каха. Можем ли мы молиться так же? Зедогэш-машу. Это требует от нас чего-то. Зодлот филапшута. Это непростая молитва. Након? Ки анахну ло юдим ма ху ядрош ма итану. Тому что мы не знаем, что он потребует от нас. Афахат ма итану ло юдее от хе-атид. Никто из нас не знает будущее. Авал анахну мекирим эт ми шанахну ботеях бо. Но мы знаем того, на кого мы упаваем. Велахэн анахну-холим лагид. И поэтому мы можем сказать. Ло кирцони ани, эле кирцонха ата. Не моя воля, но твоя да будет. Халилуя. Анахну немца, немца им, бематсав ло юдце дофен. Мы находимся не в исключительной ситуации. Велоеину ху ото элухим шоу хеви отану, хо ци отану ме эрец митцраим. И наш господь это тот же самый господь, который вывел нас из земли египетской. Увасов ху хеви отану ле эрец хамуфтаха. И в конце концов он привел нас землю обетованную. Ото элухим. Это тот же самый господь. Анахну медабрим ал алфей шаним хеви. Мы говорим о тысячах лет. Катув, ше элухим ото довар хайом, шоу ая тамид. Написано, что господь тот же вчера, сегодня и вовек. У ло и штана. Он изменился. У шо ая итану ху адайен итану. Он тот, который был с нами, он все еще тот же с нами сегодня. Шекф шалош бавакаша. Я хочу говорить сегодня о трех людях. Бетох китвы Акудеш. Из писаний. Моше. Моисей. Гидеон. Гидеон. В Йеремьяу. В Йеремьяу. Шелекол ехад. У хиргиш. Зе гадол алей. И каждый из них почувствовал это слишком для меня. Моше. Амар ле-элухим. Моисей сказал Господу. Барахте ме-митсраим. Ма ата митсапе мемени. Я убежал из Египта. Чего ты ждешь от меня? Ата шоле охоти бахазара ле-митсраим. Ты меня посылаешь обратно в Египет. И не шум рацон ле-ахзор ле-митсраим. У меня нет никакого желания туда возвращаться. Гам, бахол зот, ани ло яхол дабер. Но я не могу говорить. Во времена Моисе. Мы были рабами в Египте 400 лет. Какое положение. Матсав лукал. Тяжелое положение. Матсав кашэ. Хава накраа овзэ. Давайте мы прочитаем об этом. Бешамот гиммэл. Атэм роим аламасахим, этапсуким аэлу. Я прочитаю на русском. И тогда она объяснит несколько вещей. Исход 3, 4, 8. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бога из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я, Господи. Сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопрь его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, и вести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. в землю хананев, хитеп, омарев, ферезев, евеев и евусеев. Амин. Я хочу сделать акцент на несколько вещей. В начале написано, и Господь увидел, что он идет смотреть. Господь видел Моисею. Видит ли Господь нас? Он видит вас. Да, как нет. Мы не потерялись. Он видит нас, каждого из нас. Кроме этого, Господь говорил с Моисеем. И сказал ему, Моисея, Моисея. И что сказал Моисея? Что мы говорим? Вот я. Вот я. Вот я. Это все. Вот я. У меня нету много, что тебе дать. У меня нету много, что тебе дать. У меня нету. Только моя жизнь. Вот я сказал Моисею. И тогда Господь сказал Моисею. Место, на котором ты стоишь, оно святое. Эйтан, что ты скажешь? Это керамика. Что в этом святого? Это Шевей Цион, поэтому место святое. Но это место святое, потому что здесь мы встречаемся с Господом. В каждое место, куда мы идем. Это святое место. Потому что Господь встречается с нами там. Я продвигаюсь вперед. Рао, раити, от ауни, ами. Я увижу страдания народа моего. Господь сказал Моисею. Раити, от ауни, ами. Я видел ваше положение. Это не что-то новое для меня. Я вижу что происходит. Я вижу Иран, я вижу Хизбалу. Я вижу все эти ракеты. Я вижу тебя. Я увидел страдания народа моего в Египте. Я услышал вопли его от представников его. Я знаю скорби его, и я буду избавить его. Ах, увим, хаим отэм митпалалим? Возлюбленные, молитесь ли вы? Митпалалим? Митпалалим? Хаим Эллоим шумея? Господь слышит? У шумея эти царакот שלנו. Он слышит наши крики. Он знает, что мы проходим тяжелое время. И как он реагирует, что он говорит. Я знаю как вам это болит. Дерех, агав, המилаа הזאת миוחדת в Танах. Мах овав. Я знаю вашу боль. Мы видим это в Исайе, что написано про Исуа. Он изведавший болезни. Он понес наши немощи и болезни. Аховим. Возлюбленные. Исуа чувствует ту же боль, которую мы чувствуем. Я вижу на ваших лицах. Даже слезы. Потому что это тяжело. И Господь знает, что это тяжело. И мы не можем сделать вид, что это не тяжело. Но мы должны знать, что Господь видит. И Он положил нашу боль на Своего Сына, на Мессию. На этом слайде мы видим страдания народа. Это коши. Трудности. Туда ле эл шахайом, анахну ло аводим. Спасибо Господу, что сегодня мы не рабы. Аводим хаину. Мы были рабами. Но сейчас мы свободны. Это тяжело, но мы свободны. Мы стоим на нашем месте. Как Леон провозгласил, очень сильно, мне понравилось. Что мы находимся в нашей земле. И это чудо. Что Господь вернул нас. Но это нелегко. И Он знает, что это нелегко. И Он требует от нас, чтобы мы пришли к Нему. Не думать, что мы сами посидим. Не думать, что у нас есть только армия и правительство. Но что у нас есть Господь. Мы продолжаем в истории Моше. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону царю египетскому. И выведу из Египта народ мой сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы идти мне к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. И сказал Бог, я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Несколько акцентов здесь. И снова Господь сказал, я видел это страдание. Я снова повторяю этот же пункт. Он видит наше напряжение. Кроме этого, Он призывает Моисея идти. Он говорит, я послал тебя. Господь говорит ему, я послал тебя. Неудивительно, что Моисея сказал, кто я такой? Кто я? Что ты думаешь обо мне, Господь? Что я могу освободить народ израильский из Египта? Я человек, который убежал от всего этого балагана. Господь сказал, что он приходит народ из Египта. Моисея сказал, что я могу делать это? Моисея сказал, что я могу делать это? Это наш вопрос. Моя, Иллюхим? Ты думаешь, что я могу освободить мое? Мы спросим Бога, Господь, ты думаешь, я могу освободить этот? Ты думаешь, что я могу освободить этот? Я думаю, что я могу освободить это? Моя, ты думаешь, что я могу освободить мое? Давайте мы спросим ответа, Господь. Господь говорит ему, я буду с тобой. И Господь сказал это Моисею. Он сказал это Гидон. Он сказал это Гедеону. И он говорит это нам. Господь обещает, что Он будет с нами. Что сказал Гедеон? Когда Господь призвал его. Враг слишком сильный. Я пришел из маленькой семьи. Я ноль. Так думал Гедеон о себе. Мол хамидьян. Я ноль. Что ты думаешь, Господь? Я чувствую так более-менее. Я знаю, что Господь меня любит. Но против всех этих врагов. Правда. Мне 67. Я не могу выставить против всех этих врагов. Что это? Во времена Гедеона. Израиль был под господством медьяни. Враги были такими сильными. Что они уничтожили наши поля. И мы прятались в пещерах. Слава Богу, сегодня нам не надо этого делать. Мы стоим сегодня. В силе. Но Гедеон не чувствовал себя. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Гедеон. 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 Окей, опять история повторяется. Я прошу вас посмотреть на историю Гедеона. И посмотреть, что похожего в истории с Моисеем. Это значит, что Гедеон увидел Господа в форме ангела. Что лично я думаю, что это был Иешуа до того, как он родился. Потому что написано, что Иуд-Хей-Вав-Хей говорил с Гедеоном. И то, что Господь сказал Гедеону. Опять был разговор. Мне это нравится. Каждый раз, когда вы видите в Танахе разговор. Между Богом и каким-то человеком. Господь хочет научить нас. Диалоги его с нами. И здесь он сказал что-то, что нам кажется нелогичным. Он сказал, Господь с тобой, муж сильный. И Гедеон ему ответил. Бумилем שלנו. Нашими словами. Что с тобой? Сфиха, иссяггата? Прости, ты сошел с ума? Я из самой маленькой бедной семьи. Мы такие бедные из колена Менасина. И есть только свидетельствия из прошлого. Но где же все эти чудеса и знамения, которые мы слышали, что ты делал? Может быть сегодня мы спрашиваем тот же вопрос. Господь мы читаем про такие великые чудеса. Где сейчас? Мы хотим видеть то, что ты делал. Мы отопили. Возобнови наши дни как прежде. Правда? Господь сказал Гедеону. Иди с этой силою твоей. И как себя почувствовал Гедеон? Он почувствовал себя сильным? Беклало. Совсем нет. Он почувствовал себя слабым. Вам не нужно поднимать руку. Кто иногда в эти дни чувствует себя слабым? Я поднимаю свою руку. Гедеон не чувствовал себя сильным. Он чувствовал себя слабым. Но что Господь ему сказал? Иди с этой твоей силой. Если ты думаешь, что у тебя нет много силы, у тебя есть чуть-чуть. Иди с тем, что у тебя есть. Иисуа говорил о маленьком зернышке. Из которого может вырасти огромное дерево. У вас есть маленькое зернышко веры, правда? Это говорит, что вы здесь. Это говорит о том, что у вас есть вера. Вы пришли в общину сегодня, потому что у вас есть вера. Может быть, тяжело верить, но у вас есть вера. И я говорю вам, вы молодцы. Продолжайте в своей вере. И попросите у Господа эту способность стоять в вере. И Господь сказал то же самое Гедеону. Ты можешь, потому что я с тобой. Все эти люди пришли из других стран. Из Марокко. Из бывшего Советского Союза. Из Эфиопии. Что они с собой принесли? У них были какие-то большие возможности? Нет. Они вернулись в землю Израиля со слабостью. В трудностях. Без больших источников. Как многие из ваших семей. Как многие из ваших семей. И что я хочу сказать. Я хочу сказать, что мы идем тем путем, которым уже кто-то прошел. И если я правильно понимаю пророчество. Я думаю, что будет еще много. Возможно, вы уже говорите о них. Иеремия также была в трудном положении. Амцов не была яцив. Ситуация не была однозначной вообще. Иуда была в большом грехе. И они были в преддверии уничтожения храма и всего Иерусалима. Вы видите эту фотографию. Это Иерусалим. В огне. Многие тысячи человек погибли. Это было что-то ужасное. И мы знаем, что Иеремия это видела. Я хочу сказать, что реакция Иеремии. Он говорил, я только молодой человек. У меня нет опыта. И я не знаю, как говорить. Окей. Туда. Акша ва хата сли. Ко лакаву. Вау. Окей. Бабакаша от пам. Это Иеремия первая глава с 4 по 12 стих. Было ко мне слово Господне. Прежде нежели я образовал тебя во чреве, и опознал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? И сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Мы снова видим диалог Бога с человеком. И Иеремия отреагировал на слова Бога, подобным образом, как Моисей и Гидеон. Он сказал, я не знаю, как говорить, я молод. И Господь сказал ему, и опять Господь говорит, я посылаю тебя. Мы видим то же самое с Исаией, потому что он почувствовал себя грязным среди грязного народа. Господь спросил важный вопрос. Кто пойдет для меня? Он не спросил Исаию или ми, или Моше, или Гидеона, или нас. Чувствуешь ли ты себя достаточно сильным для моего призвания? Более 31 года, как я живу в Израиле. Ни одного дня не чувствовал себя достаточно сильным. К призванию, которое Господь мне дал. Когда я был еще в Америке, когда Он призвал меня выйти и прийти сюда, это слишком для меня. Это слишком много. Это слишком для нас. Но Господь сказал Иеремии то же, что Он говорит нам. Он нас посылает. И Он будет с нами. То же самое Он сказал Иеремии. Я буду с тобой. То же самое Он говорит нам сегодня. Я буду с вами. Я буду с тобой. Я буду с тобой. Я буду с вашей семьей. Не бояться. Не бояться. Берегите свою семью. И знать, что Господь Он с нами. Он хочет говорить с нами. Не только что Он сидит без слов. Он не просто стоит сбоку без слов. Он обещал Иеремии быть с ним. Это плачь Иеремии во время Время разрешения храма. Он плакал. А это Парик Гимел, Парик Шалош, Иеремии и Иеремии и Иеремии Третья глава с 21 по 25 стих. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли и по милосердии его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя говорит душа моя и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе и ищущей Его. Давайте вернемся к 10-му слайду. Это была ситуация в Иерусалиме в то время как Иеремия сказала эти слова которые мы сейчас прочитали. Когда он видел как уничтожают Иерусалим и храм Он написал эти слова. Я говорю моему сердцу. Я напоминаю самому себе что милосердия не исчезла. Что милость Господня не исчезла. Что хресед не исчезла. Что милосердие его не истощилась. Что это часть ты, Господь, ты моя часть и это будет хорошо для людей которые исключают к Иерусалиме. И благо будет тем кто надеется на Господа. Для Непш для тех кто ищет его. Из всего времени в прошлом Пусть этот голос Иеремия придет к нам. Он знал что не будет легко. Господь не говорит нам не волнуйтесь все будет хорошо это несложно. Это то что я получил когда я читал эти истории про Моисея Гедеона и Иеремию. Это не что-то новое. И это дает надежду. Потому что народ Израиля уже проходил подобные ситуации. Чтобы привести нас в эту ситуацию сегодня сейчас. Уже были люди они говорили с Господом и они говорили я не могу это слишком. И Господь говорил к ним и Он говорил я буду с тобой. Меспер 13 у них были сомнения и они они чувствовали что это слишком для них. Это слишком много для меня. это 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 мы сейчас говорим может некоторые может все из нас но они сказали к Богу но они говорили это Господом они не они не они не они не они они все нормально я могу они честными были с ломленным сердцем они говорили с Господом честным сердцем открытым я думаю, что Господь приглашает нас делать то же самое в Новом Завете написано что это примеры которые Господь дает нам чтобы мы учились от них вы обратили внимание что не вот так вот нет, это не так им было больно им было тяжело они не знали что делать они не чувствовали себя сильными и тогда Господь отреагировал на эту ситуацию и Он сказал давайте поговорим Господь приглашает нас сейчас давайте поговорим Он хочет услышать нас но Он также хочет чтобы мы услышали Его и тогда Он сказал я посылаю вас и Он говорит нам я посылаю вас и я буду с вами какие вопросы есть вопросы конечно я недостаточно сильный в этой ситуации это слишком для меня что я могу сделать что я буду делать если моя вера слабеет я не чувствую уверенности или смелости или силой душевной может ли Господь говорить со мной как Он говорил с Моисеем, Гедеоном и Еремией это справедливый вопрос я надеюсь что через эти примеры у нас есть хотя бы несколько ответов это слишком для тебя это слишком для тебя это слишком для нас Он знает Он знает хорошо Он знает нас изнутри и снаружи и Он хочет говорить с нами лично и дать уверенность и мир что нет в этом мире шекф последний я говорю это в английском я говорила это такие вещи чтобы у вас у вас есть слабе в мире царь лакхем ах, и тодаду ани ницахти от аулам сия сказал я вам чтобы вы имели мир во мне в мире будете иметь скорбь но мужайтесь я победил мир а ницахон שלנו זה б ישуа наша победа в ישуа он победил смерть он воскрес из мертвых с победой над смертью он взял на себя все наши грехи весь бунт и все наши слабости и тогда он говорит нам взбодритесь даже когда тяжело в этом мире Я хочу вспомнить что-то из книги Исход. Нет, не нужно возвращаться. Господь сказал, я спущусь, чтобы вас спасти. Что это значит? Что он спустился с небес. Что это значит? Это значит, что добрая весть, она находится в книге Исход. Что Господу не было все равно. Что он спустился, чтобы нас вывести из книги Иоанна 6, мы снова прочитали, что он спустился с небес. Чтобы нас спасти. Аллилуйя. Аллилуйя. Филиппинцам 4, 6, 7. Не заботитесь ни о чем. Не заботитесь ни о чем. Какое утверждение. Это часть моей природы заложена волновация. Но Господь говорит, я с вами не помню. Но всегда в молитве и прошение с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Веселом, Аллилуйя, ханисгав, мекол сехел, يинцор от ливавכם, веет махшабותיכם, в Масшиах Иешуа. И мир Божий, который превышев всякого умаса, заблюдет сердца ваши, помышления ваши, Иешуа Мессия. Аллилуйя מכיר אותנו. Господь знает нас. Он מכיר את המחшабות שלנו. Он знает наши мысли. Он говорит, принеси мне свои просьбы. Не надо прятаться. Принеси мне как дети. Я пригласила вас встать, вы уже много времени сидели. Спасибо за то, что это ваше внимание. Я хочу помолиться за вас и за нас. И тот, кто чувствует, что для меня это слишком... Это слишком много для меня. Это молитва специально для вас, для таких людей. Наш Господь и Бог. У нас нет никого, кроме тебя. Но у тебя достаточно. Спасибо, что ты ведешь меня. Ты видишь меня. Ты слышишь меня. Ты знаешь нашу ситуацию. Ты знаешь, что это нелегко. Это больно. Это страшно. И это опасно. Мы хотим сберечь наши семьи. Наших солдат. Господь, мы приходим перед тобой. И мы управляем на тебя. Потому что давно уже ты имеешь с нами отношения. Как с народом. Как с слабым народом. У нас нет собственной силы достаточно. И поэтому ты призвал нас. Надеяться на тебя. Уповать на тебя. Уповать на тебя. Верить тебе. И поклоняться тебе. Аллилуйя. 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 Дайте ему время возлюбленное. Возьмите время сами с Господом. Это очень хорошо быть вместе. Это укрепляет. Но очень важно. Отойти в сторонку. И говорить с ним. Один на один. Паним эл паним. Лицо к лицу. Это кто-то хочет иметь эти отношения с нами лицом к лицу. Он любит нас. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!